Ну а теперь та весьма-весьма тошнотворная новость, которой приходится уделять внимание, потому что она, несмотря на формальный характер, имеет значение. Речь, конечно, пойдет о пятой инаугурации узурпатора Путина. Вообще, на самом деле, его можно считать, что поскольку этот человек пятый раз уже подряд украл власть, можно считать его узурпаторным-рецидивистом. Та спецоперация, которую он провел с участием большого количества подельников с 15 по 17 марта, и продемонстрировал совершенно такой характерный для африканских и центрально-азиатских диктаторов результат 87%. По самым разным оценкам фальсификации варьируются от 22 миллионов до примерно порядка 32. То есть, вот в таком диапазоне оцениваются фальсификации на этом спецмероприятии. Это без учета дистанционного электронного голосования, без учета абсолютно вопиющего незаконного голосования на оккупированных России территориях, на территориях Украины. В общем, короче говоря, этот человек сегодня будет праздновать очередное воровство власти. Общественный резонанс. Страны Европейского Союза примерно разделились в соотношении 20 на 6. Это примерно, ну пока. Естественно, я думаю, что как-то может быть скорректированы эти цифры, но в любом случае по предварительному анализу порядка 20 стран Европейского Союза отказываются, вообще европейские страны отказываются хоть кого-то прислать для участия в этом спецмероприятии, в этом празднике воровства власти. Ну и порядка, видимо, около 6 стран может прислать своих представителей. Известно, что будет присутствовать посол Франции. Ну, что это значит, затрудняюсь сказать, учитывая достаточно резкое заявление в последнее время Макрону, но тем не менее посол Франции обещал быть. Будут представители Венгрии и Венгрии, Словакии, скорее всего, будут представители Сербии. Значит, ну, а не будет Германии, Великобритании и не будет представителя Евросоюза. Ну, значит, очень своеобразную позицию заняли Соединенные Штаты Америки. Вот это удивительно, я хочу отдельно об этом два слова сказать. Значит, во-первых, Государственный департамент, Госдеп США, устами своего официального представителя, его зовут Мэтью Миллер, сказал, что Соединенные Штаты Америки признают российского диктатора Путина президентом Российской Федерации. Вот такое вот заявление сделал официальный представитель Госдепа. Но при этом заявили, что Соединенные Штаты Америки не будут представлены на инаугурации Путина. Значит, при этом в заявлении официального представителя Госдепа содержится следующая характеристика. Внимание! Кавычки открываются. Мы точно не считали эти выборы свободными и честными, но он президент России и продолжает работать в этой роли. Вы знаете, если выборы не свободные, не честные, то какой он президент? Он зорпатор. Нет, он президент, но мы на инаугурацию не пойдем. Вы знаете, мне со школьных времен очень крепко врезалась в память формула Троцкого по Брестскому миру. Значит, ни мира, ни войны, а армию распустить. Ну вот мне всегда, вроде бы Троцкий как-то всегда считался умным человеком, но вот как-то вот такая вот позиция, она вызывала некоторое сомнение. Вот, как же так вот? Ни мира, ни войны, а армию распустить. Ну, она хорошо рифмуется, но, в общем, поэтому запоминается. Так вот, здесь то же самое. Значит, мы не считаем эти выборы свободными и честными, мы на инаугурацию не пойдем, но считаем, что вот этот вот диктатор, он и есть, он называется президент. Ну, короче говоря, ладно. Значит, это уже, честно говоря, то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, вызывает какую-то, ну, единственное, не надежду, нет. Надежды там уже нет, вызывает веру, просто веру. Знаете, как вот говорили насчет, Тютчев говорил насчет России, что умом Россию не понять, в России можно только верить. Вот, ну, здесь-то, мне кажется, уже давно все-все-все поняли. А вот Соединенные Штаты Америки умом понять точно невозможно, в них остается только верить. У меня просто есть вера, что вот из этой ситуации, когда, значит, вот такое происходит, что все-таки в Соединенных Штатах Америки я верю, просто верю, искренне нет. Я человек, как вы знаете, неверующий, но вот в Соединенных Штатах Америки я верю, что они выздоровеют, в конце концов, от того, что там происходит. Ну, вот еще раз они продемонстрировали специфические процессы, которые там идут. Ну, хорошо, значит, теперь, что дальше? Понятно, что выборы он в пятый раз украл, он, и вот тут, знаете, как выдумали называть, поскольку и Европарламент, и, значит, парламентская ассамблея Совета Европы не признает его президентом, его выдумали называть обладатель власти. Ну, что-то вот такое вот, специфический такой вот термин. Значит, ну, честно говоря, мне тоже как-то не хочется это говорить. Ну, узорпатор есть узорпатор, нормальный термин. Значит, что дальше? Ну, сначала по протоколу, здесь все предельно понятно. Значит, сразу после вот этого мероприятия, которое пройдет сегодня, сегодня же, сразу же правительство должно сложить полномочия перед узорпатором. То есть, это должно произойти сегодня же. Что дальше? Значит, это отставка, плановая отставка правительства, после чего Путин должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру нового премьер-министра. По закону, у него на это есть две недели, но обычно он делает это стремительно. Например, в 2018 году, когда Путин в предыдущий раз украл власть, то он представил нового премьера тут же, в тот же день, сразу же. Значит, когда в 2020 году, значит, правительство ушло в отставку, то замену премьер-министра, ну, это была как раз замена, значит, нового премьер-министра Мишустина, Путин тоже предложил сразу же, не откладывая. И здесь тоже ожидается быстрое решение, хотя, в общем, прогнозировать я уже несколько раз делился с вами своими сомнениями, как рискованно делать прогнозы в отношении Путина, которые действительно не следуют логике какой-то традиции, но, тем не менее, здесь вот люди, которые смотрят на ситуацию изнутри, в частности, Зюганов здесь уже сообщил, что Госдума рассмотрит новую кандидатуру премьер-министра уже 8 мая. Ну, это то, что называются такие вот формально-ритуальные стороны вопроса. Теперь, значит, что касается содержания, и по сути, что будет. Значит, можно ли ожидать какой-то особенной гадости от вот этого узурпатора-рецидивиста? Если судить, вот мне хорошо помнится его первая инаугурация, когда он украл власть первый раз в 2000 году, то сразу же, мгновенно после инаугурации, она тоже состоялась 7, так же, как в этот раз, она состоялась 7 мая 2000 года, Путин сразу же приступил к самому неотложному делу, которое у него было, так сказать, запланировано на его, на после инаугурации, это уничтожение НТВ. Это произошло буквально мгновенно. То есть, вот 7-го инаугурация, потом выходные, и уже 11 мая, сразу первый день после выходных, 11 мая 2000 года, уже сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ, Федеральной службы налоговой полиции, тут же произвели обыски в центральных офисах холдинга Гусинского «Медиамост». Это вот Большой Палашовский переулок и Воронцовская улица. Там были обвинения по, значит, статьям нарушения неприкосновенности частной жизни, нарушения тайной переписки, ну и так далее. То есть, тогда еще не было вот этого вот большого дела, связанного с, значит, иском «Газпрома», но задача заключалась в том, чтобы парализовать деятельность «Медиамоста», парализовать деятельность НТВ. То есть, создать ситуацию блокирования в основном финансовых потоков, ну, короче говоря, в общем-то, ну, как обычно, как действуют, так сказать, такие большие хищные присмыкающиеся, когда парализуют деятельность. Вот комодский дракон, как он действует? Он кусает жертву для того, чтобы яд парализовал ее, а потом медленно настигает и, значит, заглатывает целиком. Что, собственно, и произошло в течение последующего времени. То есть, первое, что сделал Путин в первый раз после захвата власти, он уничтожил главного своего информационного врага НТВ. Ну, по сути дела, в общем-то, тем самым, поскольку НТВ был основной оппозиционный, ну, независимый, по крайней мере, от власти канал, то хребет свободы слова был сломан. По сути дела, в стране выключили свет и звук, после этого со страной можно было делать что угодно, что, собственно, Путин и стал делать в оставшиеся 24 года. Значит, теперь, что касается, что сегодня? Какие гадости можно ждать от Путина сегодня? Я сейчас прогнозировать не буду, потому что, в общем-то, если в той ситуации 24 года назад Путин действительно какие-то вещи не мог делать до избрания, он все-таки только шел еще во власть, страна еще не была его, и поэтому он откладывал до инаугурации какие-то вещи, то сейчас Путин мог делать все, что угодно и до выборов, и после выборов, ну, после вот этого спецмероприятия. Поэтому прогнозировать какие-то особые специальные гадости я не могу. Они могут наступить, могут не наступить, это не важно. Важнее другое, что, собственно говоря, станет главным вектором действий в ближайшее время. Вот, после, что станет основным содержанием пятого срока. Безусловно, главное содержание это будет война, войну, конечно, Путин прекратить не может, мы неоднократно с вами уже об этом говорили, но Путин строит, действительно пытается строить другую, 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 так сказать, конструкцию власти. Значит, он, прежде всего, он будет, безусловно, обновлять власть. Произойдет ли это сразу после инаугурации, произойдет ли это мгновенно, значит, каким-то образом, там, в ходе вот этих вот кадровых назначений в правительстве, это, это большой, большой, большой вопрос. Значит, но в целом, кадровое обновление, безусловно, предстоит в этом пятом сроке. Основной вектор этого кадрового обновления, это, ну, окончательное, окончательное доминирование ястребов, окончательное доминирование людей войны. Собственно, партии мира, в общем-то, в России давно уже нет. Они все, так сказать, все, так называемые, технократы из, вот, довоенного правительства, потому что, ну, в принципе, правительство Мишустина, это было типично, оно и есть, типично технократическое, но они сейчас маскируются, они маскируются под ястребов, потому что, ну, тот же самый Сергей Кириенко, он, безусловно, не является таким, никогда не являлся таким, что называется, урожденным ястребом, но сейчас, естественно, маскируется, сейчас, сейчас пытается изобразить из себя ястреб, ну, как, собственно, Медведев делает, ну, Медведев, это просто, самый, он не ястреб, он огнедышащий дракон, фактически, то же самое происходит с Маратом Хуснулиным, который, безусловно, не являлся изначально ястребом, но сейчас периодически издает какие-то, какие-то кликотания, вот, то же самое, там, помощник Путина по экономике Максим Орешкин тоже издает какие-то воинственные кличи, то есть, они все начинают прикидываться оголтелыми ястребами, то есть, это необходимые условия, ну, мы видели, что происходит, я сейчас отвлекаюсь от власти, я говорю даже просто о публичных каких-то людях, мы видели, что происходит с голыми вечериночниками, когда та же самая Настя Ивлеева заявляет о своей поддержке СВО, говорит о том, что вот надо помогать и так далее, вот, то есть, это вопрос публичного выживания в публичной политике, значит, еще одно, один очень важный, важное направление кадровой политики Путина, которое пока только объявлено, но пока идет очень тяжело, это, значит, инкорпорация, инкорпорирование во власть, вот этих вот участников участников войны. Путин несколько раз об этом говорил, он говорил о том, что необходимо, даже были предприняты какие-то серьезные меры для этого, значит, был создан, созданы какие-то центры по подготовке и переподготовке этих людей к походу во власть, но пока идет очень туго. причин несколько, причин, во-первых, причина заключается в том, что, ну, человеческий материал, уж больно специфический, все-таки на этой войне воюют явно худшие, то есть, мы неоднократно с вами говорили, и я обосновывал это конкретным анализом, то, что сталкивается по линию фронта, линия фронта в данном случае разделяет очень разных людей, не только потому, что одни воюют за независимость Украины, а другие непонятно за что, я имею в виду российскую оккупационную армию, но особенность заключается в том, что в Украине, в общем-то, воюют лучшие, а в России худшие, ну, понятно, кто, откуда набирают, как набирают, за счет чего набирают, я уж не говорю о том, что большая, большая добавка еще прямых уголовников, насильников, убийц, людоедов и так далее. Так вот, значит, к вопросу о том, каким образом удается этих людей инкорпорировать инкорпорировать в область. Пока только отдельные случаи, там, мэр, насколько я знаю, мэр одного небольшого района, бывший, бывший участник СВО, еще какие-то отдельные случаи, то есть, идет это очень тяжело. Ну, и кроме всего прочего, еще и, значит, собственно говоря, номенклатура действующая, она очень настороженно воспринимает этих людей, то есть, в общем-то, здесь тяжело идет. Но я думаю, что в любом случае Путин эту идею не оставит, она ему очень нравится, и поэтому я думаю, что в ближайшее время будут предприняты какие-то очень серьезные меры для того, чтобы вот эта идея людей, которые искупались в украинской крови, сделать начальниками разного уровня, я думаю, что эта идея Путину слишком близка, чтобы он ее оставлял, она будет притворяться в действительности. Значит, что касается главных вопросов, связанных с войной, то на сегодняшний момент перед Путиным стоит практически неразрешимая задача. Он не может выйти из войны, он не может перестать воевать, и он не может воевать вечно. Вот это проблема, которая не решается, и которой я уверен, что Путин даже не ставит перед собой ее как задачу для решения, потому что понятно, что прекратить войну он не может. Значит, каким образом он не может прекратить войну не только потому, что он сам этого не хочет, но и потому, что на сегодняшний момент сформирована очень солидная, весомая партия войны, бенефициаров войны. Это и большое количество медиа-ястребов, которые на сегодняшний момент просто прикормили аудиторию, которая их смотрит и слушает, и постоянно расчесывают вот эти язвы, постоянно говорят о том, что Америку то в ядерный пепел, то утопить, сделать пролив имени Сталина вместо Америки, значит, уничтожить всю Украину, ну и так далее. То есть, короче говоря, вот это ядовитое вещество, которое выдавил Путин из этого тюбика под названием имперское сознание, его уже назад запихнуть в этот тюбик невозможно. Кроме того, милитаризация промышленности, милитаризация экономики, это все сворачивать невозможно, да и Путин этого не хочет. Как со всем этим двигаться дальше, со всем этим хозяйством, понять совершенно невозможно. Поэтому, кроме всего прочего, ясно, что есть определенная усталость от этой войны, она есть не только в Украине, о чем мы неоднократно говорили, она есть безусловно и в России. Поэтому, я думаю, что вот те испытания, которые, те проблемы, которые предстоит Путину решать в этом году, не в году виноват, на пятом сроке в целом, потому что в этот год, я думаю, Путин продержится. возможно и следующее, но то, что Путин не доживет до конца шестилетнего срока, на который он себе намерил очередное президентство, у меня практически особых сомнений нет. Сколько он за это время сможет унести, отправить на тот свет, сказать довольно сложно. Но у меня такое впечатление, что Путин заинтересован в количестве людей, которых он угробит за время своего последнего президентства. Я думаю, что это президентство будет не только последним для Путина, но и последним периодом, когда хотя бы формально во главе вот этой территории стоит человек, который называется президентом России. Я думаю, что Россия не переживет скорее всего все-таки вот этот пятый срок Путина. Прежде чем перейти к ответам на ваши вопросы, я хочу сказать, что у нас сегодня довольно много самых разных включений, ну а на нашем канале будет в 20.00 Андрей Андреевич Кианковский. К этому времени уже пройдет инаугурация, мы обсудим ее, но в основном поговорим о том, что из себя будет представлять вот этот пятый срок Путина. По крайней мере, я хочу сверить часы с Андреем Андреевичем тоже. Не пропустите, я думаю, что будет интересно. Так, ответы на ваши вопросы. Наталья, Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, пару слов о Кедме. Я не слушаю его, но, как говорится, извините, друг интересуется. Раньше слушал Соловьева, теперь Кедмец, живет в Израиле. Спасибо за вашу работу и так далее. На здоровье, уважаемая Наталья. Кедмец перестал ходить к Соловьеву и вообще, насколько я понимаю, перестал отравлять своим присутствием российский эфир после, вскоре, после вот этого большого теракта, после нападения Хамаса на Израиль 7 октября. Сначала он походил туда, понял, что Россия полностью на стороне Хамаса, а Кедме все-таки, хотя и очень так специфически, но, тем не менее, продолжает оставаться гражданином Израиля. До этого Кедме отличался тем, что он был одним из самых оголтелых, одним из самых остервенелых значит, противников Украины, врагов Украины, врагов Европы, врагов Соединенных Штатов Америки, ну, вернее, так, в целом врагов евроатлантической цивилизации, при этом оставаясь гражданином Израиля. Это был человек, который на федеральном канале ожесточенно критиковал Путина за то, что он недостаточно агрессивен, за то, что он значит, мало убивает украинцев, за то, что он так сказать, недостаточно жестко себя ведет по отношению к Европе и так далее. То есть, он критиковал Путина за то, что он недостаточный Гитлер. В связи за эти свои замечательные заслуги Кедми получил персональные санкции от Евросоюза формально за прокремлевскую пропаганду и поддержку российской агрессии в Украине. То есть, с самого начала естественно поддержал вторжение в Украину в 22 году и так далее. То есть, ну, на самом деле, мне кажется, достаточно. То есть, у него изначально была позиция полной оккупации всей Украины, требования уничтожения украинской армии, ликвидации нынешнего руководства Украины. То есть, ну, короче говоря, такой особой разницы между Кедми и генералом Гурулевым я как-то не наблюдал. Ну, просто, так сказать, риторика другая, внешность другая, а так, в общем, одно и то же. Вот. Так что, ну, сейчас вот у него просто, видите, ситуативные разногласия с Соловьевым, ему неудобно занимать ту позицию, которую занимает Соловьев, поскольку он все-таки, я имею в виду Кедми, он гражданин Израиля, ему в Израиль возвращаться. А как возвращаться, если ты будешь поддерживать уничтожение Израиля? Видимо, здесь, как бы, Кедми не может поддержать Соловьева, поэтому последнее время он не ходит к нему. И, честно говоря, это очень хорошая новость. То, что он не отравляет больше российский эфир своим присутствием. Хотя, там яда и так достаточно без него. Алексей, сегодня концепт преобразования в конфедерацию противоречит распаду страны. и как ответить на пугалку, что Китай все захватит, а Америке это невыгодно. Алексей, я должен вам сказать, что обычно, когда говорят о каких-то преобразованиях, то можно рассуждать с позиции сущего, можно рассуждать с позиции должного. Чем они отличаются? Должное это, как правило, мечтание. Вот хорошо бы, чтобы там мост через реку сделать, чтобы купцы там торговали и так далее. Ну, и хорошо бы завести прекрасную Россию будущего. Вот в отличие от этого, и здесь говорят о том, что ну, зачем распад, давайте сделаем настоящую федерацию, ну, если не хотите, давайте конфедерацию и так далее. У меня сразу вопрос. Понимаете, когда мы говорим о реальности, то я понимаю, какие силы могут быть заинтересованы и стать бенефициарами унитарной модели, то есть той, которая сейчас есть. Я это прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю, что это нынешняя федеральная администрация, я прекрасно понимаю, что это силовики, то есть я понимаю, кто может сохранять вот эту унитарную диктатуру, которая сейчас есть. Понятно, кто это может быть. Так же, как в свое время, я прекрасно понимал, кто и зачем писал самодержавную конституцию. Было понятно, зачем это нужно. Я прекрасно понимаю тех бенефициаров, которые фактически способствовали распаду Советского Союза. Это были прежде всего первые секретари ЦК Компартии Союзных Республик и в целом аппараты, которые с большим удовольствием воспользовались распадом Советского Союза для того, чтобы стать президентами независимых республик. То есть было понятно, вот это была основной движущей, была движущая сила и одновременно бенефициара распада. Значит, я не понимаю, что может стать движущей силой и бенефициарами превращения страны в конфедерацию. Ну, то есть объективно, скорее всего, при хорошем вот этом процессе бенефициарами может стать население. Но, извините, в России население и в Советском Союзе, и в России население никогда не было субъектом. Поэтому это уж как бы, мне кажется, исторический факт. Поэтому я полагаю, что вот идея конфедерации, она является чем-то похожим на идею прекрасной России будущего. У нее нет движущих сил, нет бенефициаров. Поэтому, скорее всего, либо сохранение унитарной модели, так сказать, при Путина или без Путина, потому что и здесь я понимаю, кто будет заинтересован, и кто будет биться за эту унитарную модель. Вот такая диктатура с жесткой вертикалью власти. Либо распад. Ну, и это еще и отвечает особенностью русского социума. Вот это русский маятник, когда, так сказать, от жесткого унитарного государства маятник идет, проскакивая остановки федеративные устройства, конфедеративные устройства, и разносит в черту систему, доводит ее до распада. Что касается, как ответить на пугалку, что Китай все захватит, а зачем? А зачем Китаю все захватывать? Просто зачем? Зачем ему брать? Понимаете, в нынешней ситуации это все-таки не период золотой орды, когда экономика этого государства устроена была таким образом, что нужны были все время новые конные пастбища для коней, поэтому захватывались территории. Ну, и кроме всего прочего, сама экономика и природа той же самой золотой орды или любой другой империи, она была ориентирована на расширение, на захват. В нынешней ситуации захватывать территории, ну, это вот путинская Россия, которая является архаизмом, она ориентирована на захват территории. А современным странам, а Китай все-таки современна, он диктатура, но современная, захват территории это обременение, то есть, это не актив, это пассив. Население, которое нужно будет кормить, территорию, которую нужно будет обустраивать, зачем? Когда можно совершенно спокойно получать прибыль, не захватывая территории. Свои территории Китай, скорее всего, вернет. Ну, а огромную территорию Северной Евразии, которая сейчас называется Российской Федерацией, конечно, нет. Такой угрозы нет. Ачо Ачев. Вы сказали, что Конституция 1993 года была не принята. А сейчас что является действующей Конституцией в России? Я говорил о том, что она была принята незаконно. Что имеется в виду? Конституция 1993 года на тот период, это же было, собственно говоря, действовало, действовали тогда институты еще Советского Союза. То есть, это были обломки советских институтов. Это был Верховный Съезд и РСФСР, Российской Советской Социалистической Федеративной Республики. Это были законы РСФСР, по-прежнему советские законы. И для того, чтобы принять Конституцию, по идее, нужно было использовать закон РСФСР о референдуме. Для Ельцина это было неприемлемо, потому что он понимал прекрасно, что по закону о референдуме нужно было набрать большинство от списочного состава избирателей. Было очевидно, что Конституция в этом случае не будет принята. Поэтому Ельцин, вместо того, чтобы по закону принимать новую Конституцию, он издал указ и назвал это не референдумом, а назвал это указ о всенародном голосовании проекту Конституции. Что безусловно при наличии закона на референдуме это было безусловно акт произвола. В результате Конституция была принята, значит за нее проголосовало 58%, против проголосовало 42%. То есть фактически большинство проголосовало, но это было абсолютное меньшинство от списочного состава. Поэтому очень многие и ваш покорный слуга в том числе считают, что эта Конституция была принята обманом. То есть на самом деле по закону, по закону о референдуме она бы принята не была. Вот что собственно говоря я вкладывал в эти слова. То есть за нее проголосовало слишком мало народу, чтобы можно было считать ее легитимно принятой Конституцией. Значит вопрос от правозащитника. Есть или было мнение, что советское школьное высшее образование было на высоте по сравнению например с европейским и американским образованием. Насколько справедливо это утверждение с вашей точки зрения? Я училась в советское время в обычной московской школе в нормальном районе, потом в московском институте, но помню, что в школу ходила скорее потому, что было нужно. Не помню, чтобы меня увлекал хотя бы один предмет в школе. Хотя моя мама, которая закончила русскую школу в Тбилиси, была в восторге от своих учителей в этой школе. И благодаря им выбору потом свою будущую профессию никогда не жалела о ее выборе. Ну смотрите, значит конечно это тема, которая требует гораздо большего времени, чем мы можем сегодня просто обозначить ее. Значит, что касается сравнения советской школы, которую очень хвалили в советское время, и потом очень хвалили, что советское образование, можно сейчас услышать в российском телевизоре, что советское образование признавалось самым лучшим. Ну знаете, советская власть тоже некоторыми западными экспертами признается самой лучшей. Вот, и советская демократия тоже некоторыми западными экспертами признавалась самой демократичной. По делу, значит, советская школа отличалась, ну, во-первых, если посмотреть экономику советской школы, то здесь доля, доля, значит, от расходной части бюджета в странах, в Советском Союзе и в странах Европы и Соединенных Штатов Америки отличалась на порядок. Советская школа была дешевле на порядок, чем, значит, школы образования, среднее образование в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Стоимость обучения одного ученика отличалась тоже, как минимум, на порядок. Ну, можно было бы предположить, что можно учить дешево, но хорошо. Это тоже не совсем так, потому что особенности советской школы был ее такой обезличивающий характер. То есть, давались какие-то знания, значительная часть из которых людям никогда не пригодится, и получался такой усредненный подход, когда ученик, который действительно старается узнать что-то новое, ему было неинтересно, потому что большую часть того, что ему говорили, он знает. Ну, а людям, которым тяжело дается предмет, они, в общем-то, не справлялись, не успевали. То есть, усредненное отсутствие индивидуального подхода, отсутствие желания заинтересовать ученика, это тоже присутствовало. То есть, такая вот, я бы сказал, в советских школах был такой достаточно карательный принцип, то есть, ученика заставляли учиться. Значит, вот, вы знаете, меня поразило, когда я от своих знакомых услышал, как относятся в австралийских школах к ученикам. Там, в принципе, не ставят, поначалу не ставят плохих оценок. То есть, учеба должна доставлять удовольствие. Индивидуальный подход, творческий подход к образованию, всего этого не было в советской школе. Теперь, высшее образование. Ну, я сейчас не беру рейтинги, по которым тут все достаточно понятно. Я беру, так сказать, то, что вот, о чем я могу судить на основе какого-то анализа. В советских вузах было неплохое инженерно-техническое образование. Оно было приемлемо. Значит, что касается, но и оно тоже было в значительной степени испорчено и испачкано вот этим большим количеством лженаучных предметов, таких, как научный коммунизм, политэкономия, социализма и там история КПСС и прочая ерунда. Значит, ну, а уж о гуманитарном образовании мы с вами как-то говорили. Это действительно трудно было пробиваться сквозь всю эту шелуху, но тем не менее, если у человека есть желание, он пробивался. Но в целом, безусловно, там, говорить о какой-то конкурентности гуманитарного образования довольно сложно. Гуманитарного, педагогического, журналистского образования. Здесь конкуренции с западом, конечно, не может быть никакой. Инженерно-технические, математические вузы, пожалуй, вполне могут конкурировать с западными. Там, какой-нибудь инженерно-физический институт, МИФИ и так далее. Я думаю, что Бауманка могла как-то конкурировать с западными вузами. Ну, а все остальное, конечно, конкуренция не выдерживала. Бот-бегемот. Федор Крашенинников по поводу фильмов и БК ответил, что мнение о том, что не надо на сегодняшний день бороться с коррупцией, ошибочно. Если взять подряд на выпуск 100 ракет, то эти ракеты будут однозначно произведены. Просто их стоимость вырастет в два раза из-за откатов. И деньги на эти цели будут обязательно найдены. Как в том анекдоте, не папа будет меньше пить, а дети будут меньше есть. Вам не кажется, разве нет в таком мнении рационального зерна? Нет, уважаемый коллега, нет, не кажется. Я встречал эту точку зрения, когда говорили, какая разница, так сказать, коррупция, все равно коррупционные расследования, они все равно, так сказать, во-первых, не приводят к уменьшению коррупции, во-вторых, они, так сказать, ну, даже если, значит, коррупция процветает, то она не не является фактором, который мешает военной промышленности. Вы понимаете, ну, вот, попробуйте все-таки как-то включить здравый смысл. Значит, сама идея коррупционных расследований заключается в том, что коррупция это зло, это ржавчина, которая разлагает страну, разлагает экономику, разлагает производство. Если идут откаты, если идут, значит, идет разложение производства, это вредно для производства, это мешает производству. Сказки о том, что неважно, что если украли половину бюджета, выделенного на производство 100 ракет, то удастся очень быстро найти недостающую часть. Так может говорить только человек, который никогда в жизни ничего не производил. Потому что реально, да, безусловно, в конечном итоге, конечно, когда вопрос станет о том, что все-таки все для фронта надо дать, то, конечно, будут изыскиваться средства. Но это довольно тяжелая история. Потому что есть плановые расходы, есть бюджет, и если разворована половина того, что должно пойти на производство 100 ракет, то, скорее всего, или, мы понимаем, что мы сейчас говорим об условном мысленном эксперименте, либо эти ракеты будут бракованными, либо это произойдет не сразу. То есть на самом деле коррупция, она, безусловно, вредит производству. Но это очевидно. Отрицать это бессмысленно. Она вредит производству. Следовательно, коррупция, если мы исходим из того, что мы против фашистской агрессии, мы против агрессора, мы против оккупационной армии Путина, следовательно, коррупция в данном случае наш союзник. Ну, это же очевидно. Коррупцию можно сравнить с диверсионно-штурмовыми группами вооруженных сил Украины, которые поражают какие-то военные объекты. Коррупция точно так же действует, как украинские диверсионно-штурмовые группы, или как дроны, которые уничтожают российские НПЗ. НПЗ. Да, их можно кладить, кстати, очень такая довольно точная аналогия, потому что, да, действительно, значит, эти НПЗ чинят, но урон очевиден. Да, безусловно, бензин, скорее всего, и керосин, и, значит, дизельное топливо, скорее всего, все равно на фронт будут попадать, но меньше, но сложнее, может быть даже в том же количестве, но не сразу. То есть, в любом случае, коррупция – это то, что наносит вред производству, безусловно. Поэтому, делать антикоррупционные расследования для того, чтобы помогать фашистскому рейху укреплять военную промышленность, мне кажется, это бессмысленно. А оправдывать это вот таким образом, ну, какая разница, все равно дадут, найдут деньги. Не сразу найдут. Меньше украинцев будет убивать то самое оружие, которое производится военной промышленностью. Так. Наймак задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, итоговый анализ фильма «Певчих» вышел уже или нет? Значит, я сразу могу сказать, к сожалению, просто огромное количество здесь текущих дел просто мешает подготовиться. Я не хочу выпускать вот этот итоговый анализ. Я хочу подсобрать побольше материала, в том числе комментарии, сделать уже развернутый анализ не только и не столько фильма «Певчих», потому что, на самом деле, ну, большую часть того, что я хотел сказать, я сказал, поэтому повторяться не хочется. Мне кажется, гораздо более важно сейчас сделать, конечно, итоговый анализ фильма «Певчих» там будет, но я планирую все-таки сделать какой-то анализ состояния российской оппозиции на основе, в том числе обсуждения этого фильма. Мне кажется, это важно и существенно. Просто мне не хочется, во-первых, сейчас очень много уже людей, которые на эту тему высказывались и повторяться не хочется, а вот такой вот серьезный большой обзор пока не делал никто. Мне кажется, это важно. Ну и вообще серьезный разговор о 90-х параллельно тоже, мне кажется, нужно обязательно провести. что это было за время, и вот такую программу я готовлю. Значит, и вот от Наймака как раз второй вопрос. У меня идея, можно ли создать отдельный чат постоянных слушателей Игоря Александровича для обмена информацией связи с администрацией канала лояльного обсуждения идей. Уважаемый коллега, такой чат есть. Он значит он действительно существует, там идет активное обсуждение не только там каких-то моих идей, совершенно не обязательно, чтобы это было очень лояльно, там есть и критические высказывания, это чат телеграм-канала, вот, просто заходите, ищите Игоря Ковенко, медиафрения, и в телеграме попадаете на чат телеграм-канала, там не очень много народу, там всего порядка 130 человек, пожалуйста, подписывайтесь, обсуждайте, ну, в общем, он для этого и создан. Так, Петр, объясните, пожалуйста, что значит, когда говорят, страна Н вызвала и или выслово посла страны в связи с какими-то событиями, хочется понять, что происходит с послом, и какие последствия это подразумевает. Ну, это связано с нормами, которые прописаны, в частности, в Венской конвенции о дипломатических осношениях, эта конвенция была подписана, принята в 1961 году, когда страна пребывания, то есть, страна, где аккредитован посол или дипломат, она может в любое время без, не обязательно объяснять причины, не обязательно мотивировать свой поступок, она имеет полное право уведомить аккредитующее государство, что посол или кто-то из дипломатического персонала является персоной нон-грата, вот, и, или, так сказать, любой член персонала дипмиссии является, присутствие его на территории страны является неприемлемым. Это практика, которая иногда связана с тем, что дипломаты или посла, тем более, подозревают в шпионаже, иногда это бывает какой-то ответ на аналогичное действие другой страны, то есть, кого-то, например, заподозрили в шпионаже и объявили персоной нон-грата, ну, а страна, откуда этот посол, она, значит, считает необходимым ответить симметрично. Иногда это бывает прямо так, значит, одна страна высылает пять человек дипломатического персонала, другая страна тоже высылает симметрично пять человек, то есть, ну, вот так это бывает. Какие последствия, если это связано просто с ухудшением отношений между государствами, то последствий никаких. Человеком могут перевести, так сказать, ну, какое-то время он поработает в МИДе, в Министерстве иностранных дел, ну, иногда, ну, бывают случаи, когда человека переводят на другую работу. Ну, как правило, все-таки своих не сдают. Ну, если это не связано с какими-то серьезными просчетами. Вопрос. Наталья Солженицына, друг Путина, сегодня громко молчит или ее никто не спрашивает? Как-то не слежу я за ней, но я знаю точно, что она поддержала оккупацию Крыма. Вот. Но она не молодой человек, ей девятый десяток, насколько я понимаю. Ну, вот, последние, последние годы я ничего о ней не слышал. Но то, что она, так сказать, поддержала оккупацию Крыма, это я точно знаю. так что, пока так. Ант. Казалось бы, из России выехало много людей и умных, и энергичных, и политически грамотных. Но почему народ не соорганизуется и не создает некую представительную организацию, которая бы боролась с путинизмом, готовила бы кадры для будущей России, и может быть, что-то вроде Конституции будущей России. Почему не зарождается российский Бен-Гурион? Вот. Ну и дальше, что Западу нужно такое представительство, они ищут, а на глаза появляется Юлия. Понятно, что Навальный не тянет, из нее тот еще Бен-Гурион и так далее. Значит, уважаемый Ант, ну, насчет Бен-Гуриона вы, конечно, хватили. Понимаете, Бен-Гурион родился в среде евреев, вот изнутри еврейского народа, и не только он один, но это народ, который две тысячи лет мечтал о создании своего государства. И это была иступленная мечта, когда евреи на протяжении многих-многих веков говорили на следующий год в Иерусалиме. И просто тот же самый Бен-Гурион в начале 20 века, в самых первых, с первых лет 20 века, он практически заболел идеей сионизма, идеей создания национального государства, и шел к этому всю свою жизнь. Как мы знаем, почти 50 лет он шел к этому. И он посвятил этому всю жизнь. На сегодняшний момент я не знаю никого, кто с такой же самолет, и таких людей было достаточно много. Вот в еврейской среде, в диаспоре было много таких людей. Людей, которые действительно серьезно готовы были жизнь положить для создания еврейского национального государства. Российской эмиграции таких нет. Ну, просто потому, что другая совсем история, и российская эмиграция, она, в общем, как правило, не отличается самопожертвованием. Вот самопожертвованием отличаются те люди, которые сидят в российских тюрьмах. Произошла вот такая, я бы сказал, естественный отбор. То есть, те люди, которые обладают какими-то качествами самопожертвования, они сидят в российских тюрьмах. А те, кто готовы сочетать, скажем так, оппозиционную деятельность в общем, в относительно комфортных условиях, вот они не способны, это не Бен-Гурионы. Бен-Гурионов среди российского протестного движения практически нет. Ну, вот, в какой-то степени Навальный со своей страстной мечтой о прекрасной России будущего, он приближался вот к, так сказать, к образу такого вот создателя, но он был один. А нынешние его последователи, даже из команды Навального, мы видим, что это совершенно другой типаж людей. Другой типаж просто. Так, безымянная звезда задает вопрос, какое у вас отношение к телеканалу Дождь, сотрудничали ли вы с этим телеканалом в прошлом, подписаны ли вы, смотрите ли? Ну и последний вопрос, ваше мнение о журналистах этого канала Екатерина Катрикадзе и Тихон Идзитко. Значит, смотрю очень редко, не часто, ну, не потому, что совсем уж не нравится, а потому, что, ну, время уходит много, и когда мне нужно что-то смотреть, и что-то, что-то, так сказать, узнать, выяснить, мониторить новости, то я использую другие источники. Отношение неплохое в целом, но в то же время есть, что называется, нюансы. Значит, ну, в частности, по Тихону Идзитко. У меня, ну, достаточно позитивное в целом отношение к этому журналисту, но, вот, скепсис в отношении него у меня зародился, когда он вел вот этот вот знаменитый диалог сразу после аннексии Крыма в 2014 году мы приехали на вот этот из России приехала большая достаточно делегация российских оппозиционеров, людей, которые поддерживали Украину, выступали против путинской оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, это было мероприятие, которое в Киеве, в Киеве, в рамках программы значит, Россия-Украина, диалог Россия-Украина. Значит, Тихон Идзитко был ведущим этого диалога, и что меня очень резко поразило и отвратило, так сказать, на какое-то время, я перестал воспринимать Тихона Идзитко, возникла такая перепалка между украинцами и приехавшими россиянами, когда украинцы стали возмущаться, говорить, как же так, вот смотрите, значит, вы на нас напали, вы оккупировали часть территории, ведете войну, и участия россиян не нашлось ничего лучшего, как начать отвечать встречными упреками. Кто-то там начал говорить о национализме украинском, кто-то о притеснении русских и так далее. Вот, это было так ужасно, и Тихон Идзитко вот этот нарратив поддерживал. то есть у меня с тех пор в общем такое достаточно скептическое отношение к нему. И это проявляется, понимаете, вот это некоторая неадекватность, то есть дождь, дождь хорошие ребята, они так сказать профессиональные, так сказать, у них хорошая речь, хорошая реакция журналистская, все здорово. Но вот что проявляется в них постоянно, это такое ощущение, что то, что происходит сейчас в мире, они тут совершенно ни при чем. Понимаете, вот в частности, то, что дождь лишился лицензии, дождь лишился латвийской лицензии, он же сначала, после того, как был изгнан из России, они переселились в Латвию, и много журналистов сейчас российских находится на территории Латвии, это такой журналистский хаб, и дождь тоже имел лицензию на вещание, лишился лицензии из-за того, что ведущий этого телеканала, Алексей Коростылев, попросил зрителей присылать информацию о недооснащении мобилизованных российских граждан, то есть, он сказал буквально следующее, мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте, то есть, человек прямо сказал, что они занимаются помощью российским оккупантам, чтобы им удобнее было убивать украинцев, ну, вот примерно так, по этому поводу был довольно большой скандал, значит, там разную позицию занимали сотрудники дождя, и это не единственный случай, понимаете, то есть, вот такой вот подход, что, значит, вроде бы как, да, мы, конечно, против того, чтобы убивали украинцев, ну, вы наших мальчиков тоже пожалеете, их же можно понять, ну, примерно так, я немножко утрирую, конечно, и тот же самый Тихон Зитко ничего подобного не говорил, но позиция тоже вот такая, понимаете, то есть, как бы, нет понимания ответственности, личной ответственности за то, что происходит, и восприятие того, что это вот наша армия, понимаете, наша армия, это может быть, если ты говоришь о том, что это наша армия, я отвечаю за это, я готов там финансировать ВСУ, я готов, так сказать, я не знаю, там, создавать какие-то какие-то проекты, которые помогают вооруженным силам Украины, но здесь речь идет именно о том, что это вот наша армия, и мы не можем быть против нее, вот примерно так, значит, по этому отношению, скажем так, двойственное, я не являюсь поклонником дождя. Николай из Харькова, вопрос, это, кстати говоря, вот один очень типичный вопрос, потому что продолжаются, продолжаются, так сказать, возмущения по поводу того, что я ответил, я в одной из программ, где я анализировал вот этот фильм певчих, я отреагировал на фразу певчих в отношении залоговых аукционов, что это было ограбление народа. я утверждал и продолжаю утверждать, что залоговые аукционы, подчеркиваю, внимание, не вся приватизационная политика, не вся экономическая политика во времена ельцинского режима, а именно залоговые аукционы, и я подробно доказывал, почему я не считаю, что это ограбление народа. Так вот, Николай из Харькова пишет, вопрос про ограбление народа после распада СССР не раскрыт полностью, ни в вашем ответе, ни в фильме «Предатели». Вспомните же, наконец, большой хапок, дефолт, объявленный 17 августа 1998 года. Николай из Харькова. Уважаемый Николай, ну, честно говоря, и певчих, в общем-то, не ставило перед собой задачу полностью раскрыть ограбление народа. Насколько я понимаю, претензия к ней, к ее фильму, здесь тоже не очень, не очень, так сказать, по адресу. А уж ко мне-то предъявлять такие претензии, это просто нелепо. Потому что у меня не было задачи проанализировать вообще все, все, различные ограбления российского, советского народа, которых было масса. Понимаете, тогда надо вспомнить и советские ограбления, так сказать, вот эти вот все невыплаты зарплаты, и то, что на зарплаты нужно было покупать облигации государственного займа, вот уж ограбление было, так ограбление. Вот уж и те же самые конфликционные реформы 1991-1993 года, когда заставляли в срочном порядке менять деньги, причем с очень большими ограничениями, огромное количество людей лишилось накоплений. Я уж не говорю о отпуске цен со 2 января 1992 года. Вот это было ограбление, потому что в момент, в один момент цены взлетели, и люди лишились всех безбережений. Вот это было, вот деньги есть, их не стало. Вот это ограбление, безусловно. Так что ограбления были, но вот конкретно залоговые аукциона, конечно, никаким ограблением не являлся. Было оно несправедливым? Конечно, было несправедливым. Являюсь ли я адвокатом и сторонником залогов аукциона? Конечно, нет. Конечно, нет. Это была, так сказать, достаточно несправедливая акция. Но, конечно, никаким ограблением это не являлось, потому что даже косвенно, когда говорят о том, что а вот эта собственность ушла в частные руки, так извините, она откуда ушла-то? Понимаете, для того, чтобы ограбить, надо, чтобы у вас что-то было. Это было фактически в частных руках красных директоров, которые довели эту собственность до абсолютного ничтожества, уходили от налогов, не платили налогов, договаривались о налоговых послаблениях, договаривались о дотациях, то есть, на самом деле, эта собственность, она была минусовая. Те люди, которые получили в свои руки эту собственность, начали платить налоги. То есть, если уж исходить из того, что, так сказать, государственная собственность, или вообще собственность должна народу что-то давать, то, а под народом подразумевается почему-то государство, хотя это не так, но даже в этом случае, государство получило что-то в результате этих залоговых аукционов, а не лишилось. То есть, ну, тут явно, я понимаю, что есть люди, которым бесполезно что-то объяснять, но здесь я рассчитываю на тех, кто способен слушать. Я почему так жестко реагирую, потому что я встречаю массу комментариев, которые говорят, нет, вот вы не правы, все, вот ограбили нас, ограбили. У вас была это, была Сибнефть, у вас был Норильский никель, возмущение несправедливости я разделяю, но термин ограбления здесь неуместен. Есть конкретные факты ограбления, я их привел, их много, но вот давайте все-таки быть точными и не возводить напрасненье, а уж если говорить о том же самом Юкосе, когда из этого дерьма Ходорковский сделал конфетку, которая стала приносить огромные миллиардные миллиардные так сказать налоговые отчисления, огромные налоговые отчисления, их не было, они стали, это в бюджет государства все шло, поэтому здесь конечно, ну я понимаю, что здесь игра на популистских настроениях у этого фильма очень хорошо проходит. Так, Маргарита, а вы согласны с тем мнением, что Борис Немцов перестал быть преемником после того, как он собрал два миллиона подписей против войны в Чечне? Или операция преемник была уже предрешена, России тогда нужен был ГБшник во власти, а Немцов их им не был? Вы знаете, по датам не совпадает, подписи были с Немцовым собраны, когда он был губернатором, это было, это произошло в январе 96-го года, после этого Немцов, да, там был знаменитый диалог, который Немцов воспроизводит, когда Ельцин спросил, а эти подписи за меня или против меня, Немцов сказал, что если вы войну прекратите, то это за вас, если нет, то против вас, я думаю, что Ельцин тогда, в принципе, сделал себе зарубку, он, Немцов не попал в опалу к Ельцину после этого, но я думаю, что Ельцин тогда зафиксировал себе, что Немцов, в общем-то, не является вот таким вот холуем, который будет обслуживать, а в общем, он всегда, что называется, будет на стороне России, а не на стороне правителя Ельцина, но фактически, надо сказать, что какие-то шансы на то, чтобы Немцов стал президентом, они появились как раз в этом самом 97 году, когда у Немцова был очень высокий рейтинг, у него был на тот момент самый высокий рейтинг из всех потенциальных кандидатов президента, потом, после того, как началась против него кампания, кампания жесточайшая, когда Немцова стали уничтожать одновременно два заклятых врага, и Гусинский, и Березовский, и в результате мощной атаки на него, у него рейтинг, если не ошибаюсь, у него был 27 процентов президентский рейтинг, а стал меньше одного, то есть, его уничтожили, просто, вот, то, как уничтожали Немцова, никому не снилось, его, что называется, вот, просто наотмашь, насмерть уничтожали, в конечном итоге, мы понимаем, чем это кончилось, так, 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 в целом, на ваш вопрос, я все-таки отвечу отрицательно, нет, не тогда произошло, произошло, так сказать, отворот от Немцова произошел несколько позже, но тогда зарубка осталась, безусловно, Евгений Ругинес, почему история КПСС лженаук, она описывает вполне конкретные исторические факты, съезды, пленумы, их решения и так далее, вы знаете, да, и дальше Евгений пишет следующее, история НСДРП, которая описывает съезды нацистов, тоже не лженаука, вы знаете, здесь вот в чем принципиальная разница, я же не имею ввиду какую-то какую-то часть истории, исторической науки, которая описывает историю коммунистического движения, историю коммунистических идей, это вполне может быть наука, и даже история коммунистических идей, например, вот если бы вместо научного коммунизма преподавали историю коммунистических идей, как как часть истории философии и так далее, то это была бы, безусловно, наука. Но вот история КПСС как предмет, который мифологизировал к реальной исторической науке, этот предмет не имел никакого отношения. Он представлял историю КПСС так, как хотелось руководителям этой партии в данный конкретный период. И мы прекрасно помним, я, по крайней мере, помню хорошо учебники истории и энциклопедии с вымаранными фамилиями, когда тот или иной политический деятель вымарывался из истории или представлялся совершенно в другом свете и так далее. То есть это не была наука, безусловно. А историческая наука, которая описывает реально этот период и в том числе историю этой партии, вполне возможно. Так же, как и история, которая описывает трансформацию, развитие и исторический процесс, в том числе и через нацистскую партию. То есть, опять-таки, это разные вещи. Так, на этом мы завершаем наш сегодняшний разговор. И я хочу напомнить, что у нас сегодня в 20.00 встреча с Андреем Андреевичем Пиантковским. Я думаю, что будет интересно. И к тому времени уже мы увидим конкретно, как прошла вот эта инаугурация. Ну и поговорим, естественно, о гораздо более важном вопросе. А именно о том, каким образом, что из себя будет представлять пятый срок уголовника Путина. Версия Андрея Андреевича, ее не обязательно принимать на веру, но она всегда интересна. Так что, берегите себя. Увидимся в 20.00. Субтитры создавал DimaTorzok